Всем салямчики и братанчики и принцессочки, с вами ваш Кумыс. Очень долго я играл в арену Бриккаут, ребята, и думал, что бы вам показать на данном канале, как бы формат здесь применить. И я нашел данный формат, я решил сравнить орудия в арене Бриккаут и в Метро Рояль. Но при этом я сделал такое вводное сравнение, пока без конкретики, просто сыграл на одном орудии и на втором. А в комментарии пишите, где вам МК-шка понравилась лучше, как она выглядит и как она себя проявляет. Если вы хотите более подробный разбор, пишите в комментарии, спорте. И я пока не буду говорить, где МК-шка лучше, потому что это такое себе вводное сравнение, это не конкретно, без конкретики. Я просто вам показал, как она выглядит и как на ней играется. Но если вам нужно более подробно, обязательно пишите в комментарии, мы с вами повторим и уже с полным разбором в играх об этом орудии. Так что, ребят, усаживайтесь поудобнее, смотрите и кайфуйте. Let's go! Но прежде чем, ребята, мы перейдем к играм, хочу вам посоветовать очень крутой сайт, где можно пополнять баланс в любой игре. Давайте я вам, ребята, покажу. Естественно, ребята, это XSolo. Вы можете пополнить баланс в арене Брикад, но также и в других играх. Они имеют офисы в разных странах мира. Так что, переходите на этот сайт, ребята, и пополняйте свой баланс в данной игре. Также, ребята, у них есть свой Телеграм, где они постоянно публикуют розыгрыши по арене Брикад, но также и по другим играм, например, как PUBG Mobile. Так что, вы можете переходить, ссылочка в описании, подписываться, пополнять свой баланс, как вам удобно. Но они работают, еще раз повторю, ребята, по всему миру. У них есть свой сайт мировой. Ими пользуются не только в СНГ, а также в других точках мира. Подписка с вас, ссылочка в описании на них в описании. Так что, переходите, пополняйте баланс, участвуйте в розыгрыше. А мы идем дальше. Let's go! Ну вот, ребята, арена Брикад, МКшечка, 14. Как она выглядит здесь? Ее вот тут я собрал. Здесь можно, ребята, собрать ствол, прицел, рукоятку, магазин и даже лазеры и всему подобное. Очень прикольная компоновка орудий. Здесь любое орудие, ребята, можно нагибать. Так что, можете посмотреть. Поехали. Запускаемся. И тут, а динамика игры, ребята, немножко другая. Совершенно. Бля, я сразу на медишку побежал. Фильма просто. Да. Что, я тогда буду отсюда пропускать их, если будут? Да, да, да. Потом тоже, смотри, спаун, может быть, возле гербанда будут прийти. Да, я помню, да. Помню дали. Снайпал. Да, помню, снайпалом. Допадаем домой. Я вошел в следующую комнату. Мост идёт, да? Не знаю. Да, 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 у меня мост. Убил одну минуту. Неплохо. У меня руку не ухнула. Это было же... Это бич, чтоб ты понимал, был бич. И она зашила. Я умокался. Там мне кто-то на тишки идёт. Это по мосту ко мне тебе бежит. Тебе бежит? Да. Давай наказывай ему. Минус. Хорош. Я пока бинтуюсь. Надо, наверное, ногу зашить. Последний хирургический набор останется. Не знаю, с чем он по мне стрелял, но он у меня с жесткой пропорции. Зашиваю ногу пока. Вот бичи всегда такие. На похер бегут просто. Главное закрыть. Жирного типа. Поликю зану. Патроны пока заряжу. Фу. Это было непросто. Мой с ДПСК. Это с тарелки типа. Ага, понятно. Значит, у меня снайпер ещё есть. А, нет, вот этот снайпер. Я снайпер и закрыл. У него мусенька в руках была. Тоже, конечно, он ногался. Да, он ногался. Там ещё один может есть. Да, на мостенький араб. Блин, мне нужен хер-вис и набор ещё один. Мусеньку мы его заберём. 20 тысяч рублей. Отлично. Зашива есть. Он помнит с юмпау, чуть не заукрел. На этих патронах, понял? Говяных. Чуть-чуть, чуть-чуть ещё я был сока. На тридцатке таких профессионалов много играет. Да, они сразу видят, хотят закрыть. Но МК-шка не подвела. Правда, МК-шку терять жалко. 90 тысяч стоит. На коротком свалею ещё. Вот прям здесь. Вот прям тут стреляются. Я к тебе бегу. Они на дырке херачатся. А внутри бункера. Вроде на антене чисто, никого нет. Да, я внутри. Балкончике тоже никого нет. Так, ну получается, это один пак остался у нас, да? Внутри. Нет, это бот. А тебе? Нет, просто который стоит, как обычно. Один минус. Укрой, ещё один бежит. Убил второго. Чех, два. Теперь у нас смотреть, пинг упадёт, нет? Окей, чекаем. У меня пока не падает. Мне кажется, ещё вот... С первой пачки остался тип где-то сидит. Твой ноклз, у него где-то тиммейт ещё должен быть. Да, пинг ещё есть. Мне, вполне возможно, вполне возможно без рюкзачку ушёл. И пинг не уходится. Всё, убил. Хороший. Всё, да. Ну, и шо ты, бля? Здорово, братишки. На пылике, бля. Ещё одна легенда. Смех. Такое ощущение, что не с одной пачки. Это тоже на пылике. На тишке такое шоу, гадёмыш. 4 икса. Там, ботинки у меня. Попался, пацан. Так, шоу, натяжки, ёмое. Времени мало, 80 секунд. Бегу. Так и не нашёл, я рюкзак его. Ничего страшного. Главное, победа, ёпачь. Патроны забрал у меня на АПшке. Такой натяжки, что... Натяжки. Задская разрывает типов. Просто, глядь, кочек. Калаш имба, надо потом калаш записать 186 тысяч, 2 килла пойдет 358, 3 килла Нифигасимо, нормально ты поднял Такс Вот такая игра в арене Брик Аут Зацените какая тут МКшка 14, где она лучше выглядит И где она лучше себя показывает Пишите в комментариях, мы почитаем, поотвечаем Всех, до скорой встречи, новые видосы уже на канале Каждую неделю, всем пока-пока Но мы все равно на практике Это затестируем Так, сейчас посмотрим какой арест будет Вот что это Ну арест такой, более-менее прикольный Через черные ребята квадрат пойдем В первую очередь мне здесь появится босс Ой босс, бот говорю, надо его прихлопнуть Ботинка И потом уже поджиматься к пацанам Или лучше с этой стороны поджаться Ну тут дофига ботова будет Прям лютое палево Все-таки лучше отсюда Берем 6х В МКшке еще, короче, плюс над петухом То, что можно на дальнюю дистанцию стрелять Увидели типа, взяли 6, взяли зажим и минус пацан В лоус файте, конечно, МКшка будет уступать Но и ребята, если у вас все супер круто с аимом И вы даете голову, то в принципе вам даже и петух не будет страшен А петух прощает ошибки, если вы не имете в голову, в тело То с петухом благодаря скоросстрельности можно перестрелить пацанов Даже скилловых Ой, ужасно, ужасно Графику такую первый раз поставил Напишите, вам нравится такая графика или нет Так, перестрелочка возле канатки уже есть, наверное У меня тут слева тоже могут быть тип Типы Вроде бы стреляются типы, но не показывают на карте Погнали быстрее А вот и дымы Надо будет выпушить его По идее Ну там и издалека могут настреливать Ну че, хаешка Блин, у него МГ-3шка Золотой Пожалуйста Не трогайте меня Ух ты Не, ну золотого надо лутать, ребят Однозначно Рюкзак Так, теперь у нас могут быть проблемы Майн-сим бегаем Главное не застаиваемся Так, тут пацана уже закрывали Ну-ка-сь Офигеть Золотой рюкзак поднялись Типа Неплохо Что-то у нас Небольшой лайфхак, ребят Как чекнуть приемочку Там бомкашка Кобра была Очуметь Прежде чем вот это все дело выпушить Я обычно всегда молит проверочники Да 26 минут 4 минуты потратили 2 кила сделали Теперь Закидываем дым Чтобы с правой стороны не было прострелов Греем хаешку Молик закинул Хорош Блин Мне кажется урон не до конца регает Из-за графики такой Не знаю почему Я думаю, что он сюда идет А вот и пацан Попался Ну молик годный дал Красавчик Надо молик туда дать И поджимать черный квадрат Даем дефолтные молики Мало моликов не бывает Запомните Плохой молик дал наверх Так Здесь будет сейчас приемочка Зацелим дефолтную позицию Где тип пикается Ставим третье лицо И здесь я на приемку работаю Если пацан будет нас пытаться выпушивать Так Ну все Вот таким образом Я черный квадрат выпушиваю Ребят Небольшой лайфхак Вот на петухе Я бы тип отлетел На мкшке Чуть дольше отлетает Так Собачка есть Нету Есть Давайте графику поменяем На собаку не будем реагировать Чтобы тип нас не слышал 4 кила мы уже сделали Я думаю на радке по-любому уже кто-то есть Но Как услышим выстрелы Будем выпушивать Тишина у нас тут У вас же черные двери пацан Минус есть Где-то еще выстрелы слышал Пацан Немножко Растерялся Так Надо послушать Где были выстрелы И пойти запушить пацана Золотой слиток Сейв Гоу Такое ощущение Как будто пацан в руках ДБС держал Отлично Еще золотой слиток Сразу сейв закидываем Вот это можно все поскипать Можно бедрил поднять Чтоб подороже было Выкладка Так Петух Вышка упал Нифига себе А рушки то падают Прям годные Так на боссе Идем туда сейчас Сейчас самое важное Чтобы на канатке Не было пацана И он по мне не поражал Так на боссе И на ракетнице Пацан Ааа Тут он не работает С такой графикой Вот то что такая Высокая графика Стоит Стенки Прогружаются Надеюсь у меня нету Сзади типа Инфу мы про себя дали Сейчас босса Убьем Мне с патронами Проблема Ой-ой-ой-ой-ой-ой 90 патронов Мне нужен тип На МКшке Ё-ка ломаны Босяндра 65 патронов Так красный босс Так красный босс Слышали Ааа У меня золотой Этот Рюк Больше влазит И заметьте Пацанка мне даже Не думает идти Так это Где канатка Что ли Сейчас Полутаем Просто сейчас Бежать на него Смысла нету Тупо Не знаю Где он находится Если он захочет Что он меня встретит Мне будет Несладко Мне надо Хотя бы Примерно Понять Где он Мифический Есть Танчик Катается Пацан Снял 2х Вот Как мне его Найти Ну это Начинается Стояло Соло Тип спрятался Просто Меня ждет А самый Наверное Жир В том Что он Не один Ждет Наверное Несколько Типов Ждут Ну давай Запрыем Ой Крыша Так как Красиво Выглядит Типа Тиммитца У меня Патронов Мало Ух Неплохо Вот И тимеры У нас Попались Он На Пулике Был Осталось У меня Ребята 22 Патрона Не особо Не особо Люблю Тимеров Если честно Тимеры Самые Плохие Люди В соло Моде Портят Игру Другим Пацанам Так Ну я На Боссе Залутал Пацанов Барики Залутал Кейсики Теперь осталось Залутать Фактори Но Фактори Я боюсь Эти лутать Боюсь Там могут Быть Прострелы Но Мне нужно Залутать Ребята Потому что У меня С патронами Беда Ни Хрена Себе 400 Разрывных Патрона Броня Кобра Думаю 300 Разрывов Хватит Так Здесь Моего Чувака Залутали У него Петух Был Но Я надеюсь Тут Никого Не будет Поэтому Откроем Родеечку Мощь Угодный Упадет Оцинковку Скип Ема Груда Сюда Это за то Что Тимеров Закрыл Еще Груда Отлично Две Груды Ну Че У нас С третьего Кейса Пойдет Давай Еще Груду В принципе Тоже Неплохо Я бы Сказал Даже Отлично Две Груды Дефолтный Молик Не забываем Что это Соло режим Тринадцатая Минута И у нас И у нас Могут быть Еще люди Метро Рояль Бескриз Не метро Рояль Ну вот Кстати Мы видим Плюсы Мкшки Спокойно Пошел Зажал На дальнюю Дистанцию Пошел Запушил В клоус Даже Иногда Кажется Что Мкшка Лучше Петуха Но на Агрессии Мне все Таки Больше Импонирует Ппшечка Чем Мк Ну Еще раз Говорю Если у вас Аим Полный Порядок То вы Можете И на Мк Играть Просто Петух Иногда Ваши ошибки Прощает Где-то Вы там Не достреляли Где-то Амкшка Вот таких Ошибок Мелких Не прощает Ах ты Они фактори Все Залутали Ну я Еще одного Пацана Не подлутал Сейчас Кемпасики Залутаем Потом Пойдем На дома И на Ракетницы Наверное Так Тут Не залутано 12 минут Отлично Давай Что у нас Тут Фиолетовые Фиолетовые Компоненты Ну а Эти дома Такие По компонентам Не особо Хорошодающие Так сказать Редко Тут Красный Компонент Поднимешь Ага Тут Облутано Там Еще остались Акимпы Насчет Канавы Не знаю Канава Залутана Или нет Опа У нас Гости Идем Душить Идем Душить Байтин Байтин Да Бу Я Испугался Мне бы Понять Идем Где-то тут Пацан Попался Попался Санек Ну я Ну я Еще Стрелаю Слышал Мкашечку На углу На углу Пацан Мне бусты Мне нужны Мне нужны Мне надо Хиляться Слышать Слышать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то немножечко потненько было... Не смог нажать почему-то на боковой прицел... Сработал горизонтальный... Интересно, это он был с хаешками? Или у меня другой тип с хаешками был? Надо хорошо, ребят, все осмотреть... Неужели он закинул хаешки и просто тупо убежал? Хотел мне в спину обойти? Типа умный пацан попался... Грамотный, хитрый, тактический пацан... Три жетона... Нифига себе! А у него радка хорошая... Так, придется МКшку Кобру выкидывать... Много места занимает... Так, это сюда, это сюда... Блин, ну или МКшку Кобру просто поменяем... Да, просто на себя оденем и все... Времени мало, 6 минут осталось... Но все-таки с МКшки под ней играть... Сложнее в клоусе выпушивать... Как не крутите... Даже вот с этим типом... Плюс еще боковой прицел не нажался... Как он меня не закрыл, я не понял... 6 миллионов 400 тысяч? Ну, в отличие от петуха... Мы бабосиков тут больше вытягиваем... Какая красота... Я ж тут еще пацана закрывал... Вау! Ё-моё! А... АВМ... Ну тут без обид, АВМ возьму... Стальной фронт... Там еще просто лут был... 7 жетонов... Ну они просто тимились... Так, что у нас по выходу... Ох, выход у нас не близко... Давайте еще ту сторону чекнем... Так, ботинок отстань, пожалуйста... Ну тут-то да, залутано... Ну тут-то да, залутано... Ладно, ребята, пошли на выход... Ну в отличие от петуха, мы вынесли больше бабла... С МКшки выпушивать чуть-чуть посложнее будет в соло, чем на петухе... Но если еще раз у вас, повторюсь... Хорошая АИ... То вам даже и петух будет не страшен... Ну, плюсы... Дальняя дистанция, видите... На дальнюю и среднюю... Спокойненько типа можно закрывать... А вот с близкой дистанцией... Могут быть проблемы, но только с петухом... Так, все, давайте на выход... 250 секунд... Я вроде бы правильнее иду... Да-да-да, все гуд... Я сейчас заблужусь... Надо графику сделать... Давай, графика! Вот это бывает проблема... Графика! Ё-ка-ле-мене... Че?! Где выход-то? А, вот он... 200 секунд... Сейчас еще не успею на выход, будет вообще шикарно... Чуть-чуть заблудился... кумысик 7 миллионов 300 тысяч выход у нас слева вагонетка есть шикарно это хорошо ну ребят напишите как вам им кашка зашла она вам или нет и как вы считаете в клоус файте какое лучше оружие мк или петух обязательно комментарии отпишите ну как видите мк тоже прикольным к просто более универсальное орудие чем петушочек а если вы хотите чтобы я проверил данные оружия соло против паков сквадов отпишите в комментарии плюс если вижу что вам это интересно то обязательно сделаем и сравним уже против сквадов соло на соло в принципе принципе на обоих орудий можно играть но еще раз повторюсь мкш к ошибку клоусе не прощает а петух прощает плюс мкш к этой дальней дистанции дальнее расстояние так сейчас мы добежим до выхода посмотрим сколько мы киллов сделали 8 киллов